Рад вас приветствовать на вебинаре сегодняшнем вечернем. Касаемо вебинаров, которые в расписании сегодня находятся, не будет вебинаров 19 часов, которые проводит Владимир Маслов по техническим причинам. Возможно, он просто, скажем так, находится где-то в дороге, у него поэтому нет возможности выйти в эфир. Поставьте плюсики, если меня слышно и видно хорошо. У нас с вами речь сегодня пойдет на вебинаре о компании Skyway Capital. Первая часть данного вебинара будет краткий рассказ о технологии. Я думаю, многие из вас посещают вебинары, которые у нас проходят по средам технологические, по воскресеньям, которые проводят Александр Мунко и по понедельникам, где он рассказывает про технологии, где подробно рассказывается о том, что такое транспорт Skyway, технологии Ленинского, история этой технологии и так далее. У нас же с вами презентация и, как правило, презентация это то место, на котором, по сути дела, дается краткая информация. Если человек первый раз на ней присутствует, у него есть два варианта. После того, как он информацию получит, если ему интересно, он начнет разбираться, задавать вам вопросы, если человек к вам не приглашен. Если ему не интересно, то возможно, он, скажем так, об этом либо успешно забудет, либо на какое-то время отложит. Но, по крайней мере, если он получит информацию, у вас уже будет право через какое-то время, через месяц, два, три напомнить о том, что вы такой есть, что наш проект развивается. Либо он вас сам спросит, если это близкий знакомый человек и так далее. Итак, коллеги, первая часть. Технология, кратко сжато, основные положения. Вторая часть, непосредственно инвестиционное предложение компании Skyway Cape. Речь у нас с вами сегодня пойдет о возможности принять участие в инновационном проекте, потому что компания выводит на рынок транспортную технологию, инновационную, которая до этого времени нигде не была применена. И, по сути дела, мы уже не так далеки к тому, чтобы продемонстрировать в действии, что из себя представляет этот транспорт. Второе, это возможность быть инвестором. В последнее время все чаще и чаще и в интернете, где бы то ни было появляется информация, вложив свои деньги, стань рантье, получай процент в будущем и так далее, и так далее. Правда, никто не учит, куда эти деньги вкладывать в большинстве своем. И третья возможность еще создания, скажем так, собственного бизнеса, получения дохода уже сегодня, не дожидаясь того, когда вам будут приносить доход ваши инвестиции. Итак, коллеги, говорим с вами о технологии и в первую очередь говорим о человеке, который является разработчиком технологии Анатолий Дарвич Юницкий. Сегодня уже 39 лет с того момента, как он начал двигаться в этом направлении. Это насчитывает, скажем так, историю развития технологии струнного транспорта. Российский, белорусский, советский ученый, предприниматель, изобретатель. За время развития своей технологии, наверное, немаловажный факт, он руководил двумя проектами организации обменных наций на разработку и внедрение технологий струнного транспорта. В начале 80-х годов прошлого столетия он стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала перспективность использования данных технологий и их развития, в первую очередь на территории Советского Союза, когда было такое государство, и экспансия данной технологий по миру. За время разработок у него более 140 различных изобретений, несколько десятков из которых сегодня используются на практике в целом ряде направлений развития промышленности в сельском хозяйстве. У него 18 монографий, более 200 различных научных работ. Целым рядом, скажем так, и научных работ, и монографий вы можете ознакомиться на его сайте www.unitsky.com. Также огромное, скажем так, количество материала вы можете найти на сайте компании Skyway Capital, касаемо технологии, касаемо того, что разрабатывал, внедрял Анатолий Дарвич Юницкий. Что еще хотелось бы добавить о генеральном конструкторе технологии, а он же сегодня является генеральным директором компании струйной технологии, которая у нас находится в Беларуси, президент группы компании Skyway. У него три высших образования. Инженер транспорта, проектирование и строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений, и также патентное право изобретательства. То есть во всех этих сферах Анатолий Дарвич получил высшее образование, и все свои знания сегодня используют реализацию технологии струнного транспорта. Сразу хочу добавить, что струнные технологии, если говорить немножко более широко, это не только транспорт второго уровня, преимущество которого вы сейчас можете видеть на данном слайде. Это также строительство взлетно-посадочных полос аэропортов, аэродромов, это строительство мостов, это строительство высотных зданий и зданий коттеджного типа, скажем так, использование данной технологии позволяет экономить и время возведения данных объектов, и огромное количество строительных материалов, и повышает значительную надежность и долговечность объектов, возводимых по технологии струнного транспорта. К этому также можно отнести строительство портов, которые могут быть вынесены от береговой линии, в акватории морей, озер, океанов. То есть более подробно с этими материалами, видеороликами вы можете также познакомиться на сайте, на наших каналах в Ютубе, как компания SkyWayCape, так и непосредственно юнистский канал инженера юнистского на Ютубе. Ну прежде чем преимущество кратко пробежать, давайте все-таки посмотрим, что из себя представляет данный транспорт. Систему называют TransNet, то есть это новый вид мировой паутины. Мировая паутина – перемещение грузов и людей. Причем эта мировая паутина в себя включает все достоинства интернета, то, что мы сегодня с вами используем в своей повседневной жизни. Я думаю, не кривлю душой, что если мы заглянем буквально на 15-20 лет назад, многие из нас даже не понимали, о чем идет речь, и не слышали. А технологии интернета, устройства, которые позволяют использовать интернет, изменил очень сильно нашу с вами жизнь. То есть раньше, чтобы поговорить с кем-то, нам нужно было идти на международный переговорный пункт в России, брать там талончик на какое-то число, приходить и ждать. То сейчас мы можем нажать две кнопки, если у человека на том конце тоже есть Skype, например, мы с ним легко можем поговорить. Наше общение с вами сегодня тоже благодаря сервисам, которые используют интернет-технологии, то есть с появлением технологии интернета, с появлением компьютерных технологий, IT-технологий, появилось огромное количество компаний, которые выпускают огромное количество устройств и различного программного обеспечения, которые, скажем так, упрощают жизнь людей. Хотя, наверное, не все, потому что есть разные технологии, игрушки, много всякого мусора, но тем не менее люди им пользуются. Ну, так устроена наша с вами жизнь. Итак, транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требованию времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жесткострунного рельса, по своей сути мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах северороссий, Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик по Транснет дал, я думаю, может быть, не совсем поздно, но не менее наглядную картину, что из себя представляет транспорт недалекого будущего. Кстати, сразу хочу сказать, что те люди, которые примут участие в развитии нашего проекта, могут стать владельцами в будущем крупнейшей транспортной компании. Емкость транспортного рынка огромна. Там крутится, как мы говорим, миллиарды и триллионы долларов США. И 30-50% всего транспортного рынка в будущем займет технологии, разработанные в Минске. В ролике, в принципе, перечислены те самые преимущества транспортно-инфраструктурного комплекса SkyWay, которые перечислены на данном слайде. И низкая себестоимость строительства, и минимальный землеотвод, и высокий уровень автоматизации, высочайшей степени безопасности, экономия времени и финансовых затрат, быстрой срок окупаемости тех дорог, которые будут построены по данной технологии. Заострять внимание сейчас подробно на каждом из этих пунктов я не буду. В принципе, обо всем об этом тоже можно почитать, посмотреть. Был бы желание разбираться в данном вопросе, потому что, в принципе, по каждому пункту, который здесь написан на слайде, можно говорить очень много. То есть, это несколько страниц, скажем так, машинописного текста. Вы можете найти это все описание в личном кабинете партнера компании SkyWay Capital. У нас есть несколько замечательных буклетов, которые говорят о преимуществе данной технологии. Главное, что понимать, что данная система позволяет нам устранить все недостатки практически, которые есть в тех видах транспорта, которые мы с вами используем каждый день. Транспортные системы, которые на сегодня даны нам в руки, это автомобильный транспорт, это железнодорожный транспорт, это водный, речной, морской и авиационный, это самолет и вертолет. У каждого этого вида транспорта есть свои преимущества и большое количество недостатков. Первый из них, наверное, связан с климатическими условиями, например, и с погодой. Стоит пойти сильному ливню, сильному снегопаду, туман, если опуститься на землю. Например, такие понятия, как паводки, наводнения, то, что происходит весной. И фактически весь транспорт встает. А вот транспорт, который разработал Юницкий, он будет передвигаться в этих условиях без проблем. То есть выдерживает ураганный ветер. То есть каждое транспортное средство, если говорить о безопасности, сделаем акцент, снабжено специальным противосходным устройством, которое не будет позволять транспортному средству переворачиваться в путевую структуру со струнных рельсов. Это будут либо струны рельса, либо струноферменная структура, предварительно напряженная, неразрезная, идеально гладкая, что будет позволять людям комфортно передвигаться внутри транспортных рельсов. Сразу хочу отметить, что разработки сегодня ведутся на территории Белоруссии в Экотехнопарке с целью демонстрации транспорта SkyWay в трех сегментах. Это грузовой транспорт по скорости до 120 км в час. Это городской транспорт от 50 до 150. И высокоскоростной междугородний SkyWay до 500 км в час. Возможно, в дальнейшем это будет скорость увеличена до 600. Одной еще из достоинств данного транспорта, что такая путевая структура, которую даже вы сейчас видите на рисунке внизу, она легко устраивает инфраструктуру уже построенных городов. Те, что у нас есть. Над дорогами на втором уровне можно строить такие эстакады и запускать транспортные средства. Краткая история. Буквально пару минут. Ее условно можно разбить на четыре части, на четыре этапа. С 77 по сегодняшний год. Первый этап был достаточно длительным. Стартовый этап, когда нужно было о себе заявить. С 77 по середины 90-х годов. И первое заявление на изобретение было оформлено. Первая публикация в научной прессе. Признание Советским фондом мира, выделение гранта на развитие данной технологии. Опять же признание Федерации космонавтики СССР. Первая научно-практическая конференция на территории Республики Беларусь в городе Гомеле прошла в 80-е годы прошлого столетия. Второй этап. Ознаменован тем, что Анатолий Дарович Чуницкий уже была в своей научной школе. Он в Питере провел большое количество испытаний, продувок в аэродинамической трубе, по преданию наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу, в первую очередь высокоскоростному SkyWay. В этот момент были продемонстрированы действующие модели в масштабе 1.15, 10, 1.5, что подтвердило, что данной технологией реально ее воплотить в металле. То есть как это описывал генеральный конструктор технологии Анатолий Дарович Чуницкий. На втором этапе был получен первый гранд-организация Соединенных Наций. И по сути на бумаге отработаны технологии первого поколения. Третий этап. Чем он был очень важен? Тем, что в подмосковном городе Озеры у Анатолия Дарович Чуницкого с 2001 по 2009 год был свой собственный испытательный полигон, тестовый участок. На этом полигоне было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик, касаемых струнных технологий. Данный полигон посещали международные делегации, комиссии, экспертные целого ряда институтов и государственных структур, в первую очередь Российской Федерации. На основании экспертных оценок были даны экспертные заключения. И вы увидите там короткий список на сайте Веницкого. Вы можете найти гораздо больше перечень. Документы готовы, где заключения давали специалисты этих институтов, университетов. Например, Институт проблем транспорта Российской Академии наук сдавал свое заключение по стоимости, по экономичности, по экологичности транспорта, разработанному в Митске. Все это можно найти и с этим совсем можно ознакомиться. Во время существования полигона был получен второй грант организации обменных наций. Были заключены целый ряд государственных контрактов на строительство дорог, уже по технологии, разработанной в Митске в целом ряде регионов Российской Федерации. И в этот же момент, в 2009 году технология была продемонстрирована президентом Российской Федерации на тот момент Дмитрию Анатольевичу Медведеву на госсовете в Ульяновске. Там были все губернаторы, были министры профильных министерств. И те из вас, кто пришел раньше, было не так много людей, они этот ролик уже видели. Я ставил перед вебинаром заседание этого госсовета, оно транслировалось на всю страну в прямом эфире. Что хотелось бы еще отметить. То есть полигон сыграл свою роль. После госсовета было принято решение, было дано поручение Минтранцу изыскать миллиард рублей на развитие данной технологии в Ульяновском регионе. И, к сожалению, в течение недели после этого госсовета полигон перестал существовать. То есть на том, как перестал существовать полигон, закончился третий этап развития. Казалось бы, все шло к тому, чтобы реализовываться, но, к сожалению, произошел обратный вариант. Важно, что Юнистский неопустивый ручный продолжал развивать технологию. Вместе со своими соратниками продолжал вести переговоры с людьми мира бизнеса, с административным ресурсом разного уровня, разных государств. Но пришла очередь, как говорится, четвертая этапа, на которой в 2013 году пришло понимание того, что Юнистский решил оценить интеллектуальную собственность, которую он накопил за эти годы. Она была оценена независимыми европейскими компаниями и агентствами, у которых есть лицензия на данную деятельность. И на основании интеллектуальной собственности, которая стала составлять выше 400 миллиардов долларов США, было зарегистрировано предприятие на территории Великобритании и было принято решение привлекать инвестиции в наш проект посредством краудинвестинга, либо народного инвестирования. То есть Юнистский в своем обращении обратился к таким людям, как мы с вами, кому нужен экологически чистый, высокоскоростной, безопасный, комфортный. Какой еще транспорт? То есть тот транспорт, преимущество которого вы видели на слайде буквально пару минут назад. Потому что люди, у которых есть большое количество денег, либо, скажем так, большая власть, как правило, транспортом хорошим они обеспечены. У большинства людей этого нет. И, вы знаете, в январе месяце 2014 года пришли первые инвестиции в наш проект. И вот уже два с половиной года мы двигаемся по системе краудинвестинга и успешно развиваемся. Мы с вами сегодня увидим еще ролик, который продемонстрирует, что построены на территории Республики Беларусь. Задачи, которые были поставлены в 2014 году, когда было принято решение организовать компанию, которая стала называться Skyway, небесные дороги, это построить еще раз тестовый участок, полигон, сейчас это называется Эко-технопарк, или Центр демонстрации и сертификации. И продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать его и выкинуть на мировой транспортный рынок уже, скажем так, в конечной технологии, которая будет реализована в огромном количестве адресных проектов разных уголков земного шара. Задача эта поставлена. Мы привлекаем инвестиции поэтапно. У группы компаний существует 15-этапный план выведения технологии. Сегодня мы находимся на седьмом этапе развития технологии. Данный слайд, как я уже говорил две минуты назад, демонстрирует и перечисляет, пока здесь короткий перечень, тех структур, которые давали свои экспертные оценки во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия Петербургской, Госниверситет по тебе сообщений и так далее. Про ООН мы уже говорили. За все время было получено более 50 патентов на те ноу-хау, которые Юницкий использовал в своей технологии. Было большое количество форумов, в которых Анатолий Дарвич Юницкий, особенно во время третьего этапа развития, принимал участие. Были получены большое количество наград, дипломов, две премии «Золотая колесница» в номинации «Проект года» в транспортной отрасли. Причем они были получены в 2009 году и в 2011 году. 2014 год, как я вам сказал, стал годом начала привлечения инвестиций. То есть, наверное, ключевым моментом в 2014 году стало открытие нашего научно-производственного предприятия в Белоруссии. То есть, появились первые конструкторы, появился первый инженерный персонал, с которым Юницкий стал развивать технологии. Ключевым стал 2015 год. Теиломным, можно так сказать. Потому что именно в 2015 году специалистами нашей компании был окончательно определен участок местности, за которым было принято решение бороться. Это бывший танкодром в Юницкой области, недалеко от города Марина-Горка, Пуховичский район Белоруссии. Далее. В феврале месяце начала свою деятельность компания Skyway Capital, задача которой – это просто привлечение инвестиций. То есть, в принципе, у Skyway Capital функция одна. Мы привлекаем инвестиции на основе микрофинансирования. Об этом немножко дальше с вами будем говорить. Весной был, скажем так, ключевой момент – это переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах и нацелен, скажем, выбран путь сотрудничества с арабской стороной. Но, как и большинство других структур, с которыми переговоры ведутся сейчас, арабы хотят убедиться в том, что это будет действовать, то, что это будет двигаться. И надеюсь, что после осени, после октября, в котором состоится демонстрация действующей дороги городской Skyway, и переговоры с арабской стороной пойдут гораздо быстрее. Хотя уже они готовы, говорят о сумме, порядка 100 миллионов долларов, которые они готовы вложить в развитие этого проекта на территории Арабских Эмиратов. Потенциально возможно строительство такого же участка, как мы строим сейчас в Белоруссии. Ну и так далее, и так далее. Вплоть до открытия академии инновационных транспортных технологий для стран Ближнего Востока, обменных Арабских Эмиратов. Что еще важно? В июне месяце окончательно на аукционе было определено, что участок местности выделяется компанией струнной технологии, которым руководит генеральный директор Анатолий Дарович Еминский. В конце июня была сделана запись в единый государственный регистр недвижимого имущества Республики Белоруссия. В июле были проведены первые изыскательные работы на территории Экотехнопарка, и с августа месяца начато строительство. И сегодня оно идет полным ходом. То есть каждым днем оно, скажем так, темпы набираются и ускоряются. Важным событием в жизни нашей компании в сентябре месяце стало посещение территории Экотехнопарка и конструкторского бюро австралийской делегации во главе с Родом Хугом. Также получение динфекционного кода ценной бумаги, так называемой iSIM. То есть это процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня котируются на крупных международных биржах. Также осенью группа компаний SkyWay, предприятия струнных технологий вместе с Пуховичским райисполкомом приняли участие в тендере «Зеленая экономика Республики Беларусь». И часть денежных средств из 5 миллионов евро, которые были распределены между двумя десятками проектов, попала и на развитие нашего проекта. Также осенью состоялась закладка нулевого километра будущей дороги SkyWay. Вы видите внизу знак этого нулевого километра. Многие наши инвесторы, кто-то осенью познакомился, кто приезжал на территорию Белоруссии высаживать свое именное дерево. У нас была акция, была программа «Посади дерево». Кто-то был весной, потому что этой весной 23-24 апреля состоялась крупная международная конференция «Экофестиваль» в Минске, в Минской области. То есть на территории Эко-технопарка прошел первый день, второй день проходил уже в городе Минске в гостинице Пикен. И в конце ноября 2015 года группа компаний SkyWay перешла на новый инвестиционный продукт. Это возможность приобретения пакетов долей компании, акций компании, это по-другому можно так назвать, в рассрочку. То есть если раньше у нас люди покупали разовые пакеты, они были определенным наполнением акций, стоимость у них была разная, от 15 долларов и выше, то появилась возможность ежемесячно затрачивать незначительную сумму денег, там 6 месяцев, 8 месяцев, 10 месяцев, а на выходе получить очень серьезный пакет долей компании. Предполагаемая цена каждой отдельно взятой акции либо долей компании в 2017 году, то есть это стоп-лан, который у нас есть в 2014-2017 год, 1 доллар США. Сегодня вы можете приобрести, грубо говоря, отдельную акцию перевести за несколько центов, за несколько десяток центов. Далее, наступил 2016 год и история с госсоветом, с медведем получила продолжение, потому что в начале года Анатолий Дарвич Юницкий написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором поблагодарил его за то, что он обратил внимание на технологию еще в 2009 году на госсовете и пригласил Дмитрия Медведева осенью в Республику Беларусь лично убедиться, чего достиг, достигло струнной технологии, то есть убедиться в том, что мы нашли денежные средства, кстати, в письме было указано, что главный вопрос, который вы задали, найдете финансирование. Мы решили и сегодня мы строимся. В 2016 году уже прошел целый ряд ключевых событий. Первый из них это февраль месяц, 11 число, заседание экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации признало технологию, разработанную МИСКИМ инновационной. А 25 марта на том же экспертном совете следующее заключение, то что струнные технологии, разработанные МИСКИМ, относятся к перспективным. Есть вероятность использования данных технологий на территории Российской Федерации. Опять же, специалисты Минтранса приняли решение увидеть, что будет осенью на территории экотехнопарка и после этого уже активно принимать участие в развитии проекта на территории России. Важным мероприятием, которое будет в 2016 году, будет форум, который называется «Инотранс». сразу два года на территории Берлина, в Германии, проходит данный форум. Это большая транспортная выставка, экспозиция, достижения в сфере транспорта, железнодорожного транспорта, в первую очередь и так далее. Так вот, в категории транспортной инновации будет представлена компания SkyWay. Анатолий Эдуардович Унинский, генеральный конструктор, принял решение показать действующие уже модели транспортных средств городского транспорта SkyWay и легкого транспорта Unibike. Это все будет продемонстрировано в Берлине, после которого действующие модели перекочуют на территорию экотехнопарка в Минскую область. И там уже будет продемонстрирована, скажем так, действующая трасса городская и трасса легкая Unibike, что из себя представляет этот транспорт. То есть будут специалисты, я думаю, целого ряда стран, будут руководители, может быть, даже губернаторы целого ряда областей, не только Белоруссии, но, может быть, России и соседних стран. С планом на 2016 год в октябре месяце продемонстрировать уже действующую городскую трассу в навесном и подвесном виде. Параллельно сейчас уже начато строительство грузовой трассы SkyWay и к концу 2016-го, начало 2017-го года будет продемонстрирована также действующая трасса грузовой грузового сегмента SkyWay с погрузочно-разгрузочным терминалом. Точно так же будут устанавливаться анкерные опоры, промежуточные опоры и так далее. И трассы для юнибайков. И мероприятие, которое важное состоялось в этом году, как я говорил, видите, на данном слаге 23-24-го числа в Минске, на территории технопарка у нас был фестиваль, на котором присутствовало свыше 700 человек наших инвесторов. Осенью, в октябре месяце, когда будет демокрация действующего транспорта, планируется провести еще более крупную международную конференцию в Белоруссии. Мы ожидаем приезд порядка 3000 человек с разных стран. Сегодня люди уже инвестировали в наш проект, по-моему, из 76 или из 78 стран. Все чаще информация о развитии нашего проекта появляется в различных СМИ, причем эти СМИ, скажем так, интернет-СМИ, печатное издательство и так далее. Буквально за последнюю неделю информация о нашей компании была опубликована в печатных СМИ в Словакии, в Венгрии на венгерском языке. Буквально позавчера была новость, что на Словакском телевидении прошла информация о развитии нашего проекта. Буквально месяц-полтора назад очень часто освещалось СМИ Австралии. Почему? Потому что принято решение, недавно приезжала австралийская делегация в главе с Родом Хуком, у нас организовано предприятие Skyway Австралии, которым руководит Род Хук. И вот как сказал вчера Виктор Бабурин, что мы ждем очень важную новость, буквально на этой неделе, либо на следующей, будет что-то сообщено важное из Австралии. А на территории Австралии уже принято решение построить тестовый, но рабочий участок в университете Флиндерс. Там студенты смогут перемещаться по этой трассе от железнодорожной станции до обучающих корпусов университета, что сократит они где-то в среднем на 10 минут доставку этих людей в университет и так далее. Разговоры ведутся о строительстве дорог Skyway на территории Австралии на очень высоком уровне, то есть на уровне администрации городов, муниципалитетов, штатов австралийских и так далее. Этим активно занимается сейчас Род Хук. Большое количество материала о том, как прошло посещение нашего конструкторского бюро и территории технопарка австралийской делегации, что сейчас происходит на территории Австралии, какие средства массовой информации освещали информацию о Skyway, вы можете найти в разделе новостей нашего сайта Skyway Capital, то есть вернуться назад на несколько дней и все внимательно посмотреть. Там есть и печатные материалы, и ролики, и так далее. Не так давно состоялась передача на канале «Беларусь-24», это спутник «Белорусский», который расскажет о достижениях того, что происходит в этой стране, то есть канал вещает на весь мир. Ну и буквально вчера состоялась каждый день, есть центральный канал Беларуси, называется «Беларусь-1», то есть есть там передачи, которые по типу времени в России и информационные передачи вечерние, которые идут в многих странах, вот такая же передача есть на канале «Беларусь-1». Как раз на этом канале снова говорили о технологии Юницкого. Наверное, не случайно, потому что в принципе наш эко-технопарк строится на территории Республики Беларусь, и буквально недавно, день-два назад, Виктор Бабурин, это замгенерального директора по развитию, вернулся в Танзанию, где он был по приглашению Министерства иностранного дела Республики Беларусь, и представлял там технологию SkyWay разработки Министерства уже как белорусскую технологию, как государство Беларусь. Сейчас же я вам хотел включить буквально три минуты ролик, который продемонстрирует то, что я сказал, что средства массовой информации все чаще и чаще освещают развитие нашего проекта, поэтому давайте посмотрите ролик вчерашней передачи, которая состоялась на канале Беларусь-Отечества. В мире на данный момент нету похожей технологии. Автобусы над головой. Новая транспортная система пока в качестве эксперимента заработает в Мариной Горке. На так называемом Юнибусе уже мечтает прокатиться Кристина Страх. В Мариной Горке завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. Проект демонстрационный располагается на территории бывшего танкового полигона, который сейчас больше похож на парк. Именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии. Строительство идет в два года и первые итоги можно будет увидеть уже осенью. С технологиями будущего познакомилась Кристина Страх. От Гомеля до Гродно за час. И это картинка недалекого будущего. Будущее уже наступило. По крайней мере, именно так утверждают разработчики новой транспортной системы. Сейчас строительство завершается в Мариной Горке. Высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг. Основа концепции. Площадь стройплощадки 36 гектаров. Это пока демонстрационная модель. Эта технология не мешает экологической сущности на данной территории. У нас уже высажено 2,5 гектара садовых деревьев. Облагораживается пруд выкопан, рыба разведена, пчелы у нас свои заведены. Технологии, объясняют авторы идеи, несложные. В основе лежит колесо. Оно движется по идеально ровным рельсам. А подвижной состав специальной формы, это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения. Конструкция может располагаться на разной высоте, от 10 до 100 метров и выше. Это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах. На испытательном полигоне в Мариной горке возводят три трассы. Пассажирскую, грузовую и прогулочную. Вот эта трасса по планам откроется уже осенью. Пока ее протяженность 950 метров, но в следующем году планируется построить еще 15 километров. Именно тогда, по словам разработчиков, состав сможет разогнаться до 500 километров в час. Так называемый юнибус напоминает автобус. Они по расчетам будут двух типов. Подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые междугородние. Первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час, вторые до 600. Сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в Минске. Материалы мы используем самые современные для изготовления подвижного состава. Это склавы алюминия высокопрочные для рамы, допустим. В качестве всекления мы высокопрочный поликарбонат используем для корпуса, для облицовки использован в частности стеклопластики. Поэтому подвижной состав у нас легкий. В успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются. В теории, по их расчетам, все должно заработать идеально. Что произойдет на практике, узнаем уже этой осенью. Именно тогда запустят первый тестовый состав. Кристина Страх, Анатолий Долотовский, Юрий Тихонович. Агентство теленовостей. Итак, друзья, то есть ролик подтверждает, вы видели уже в нем, да, то есть ИЦХ, где происходит, скажем так, создание будущего подвижного состава. Эхотехнопар был показан, что установлены промежуточные опоры, там анкерные опоры заканчиваются работой, да, легкая трасса уже установлена, промежуточные опоры и так далее. Переходим непосредственно к инвестиционному предложению, да, то есть мы с вами говорили первые полчаса, там, чуть меньше, может быть, о технологии, посмотрели ролики, да, представьте себе, вот сейчас мы говорим о том, что у нас есть тестовый участок, да, там экотехнопарк, там вы слышали, что уже выхажены там почти три дектора садовых деревьев, да, что продемонстрирует, что эта технология экологически чистая, она никак, никакого уреда не будет наносить окружающей среде и так далее, и так далее. Вот, а буквально два с половиной года назад, когда пришли первые инвестиции, ну, по сути, людям было нечего показать, да, то есть Свидицкий мог только рассказать о том, что он уже строил эту дорогу, как мы с вами смотрели ролики и так далее, да. Сейчас рисковость ваших инвестиций, либо венчурность нашего проекта, она снижена, наверное, не на один десяток порядков по сравнению с тем, что было. Так вот, компания Skyway Capital является официальным партнером группы компании Skyway и задачей ее привлечения инвестиций. Компания зарегистрирована в Великобритании под названием First Skyway Invest Group, номер можете записать, выйти на сайт официального регистратора и проверить, да, информацию по этой компании. Действия, направленные на привлечение инвестиций, способствуют выведению нового инновационного транспорта на мировой транспортный рынок. То есть фактически инвестиции привлекаются для чего? Для финансирования строительства вот этого эко-технопарка, который вы сейчас видели в ролике. Задача – демонстрация сертификации транспорта и дальше выход на мировой транспортный рынок. Те, кто сегодня посредством системы CROWD-инвестинга становится совладельцами какого бы то ни было пакета долей компании, акции, да, но акции в принципе не привыкли, когда уже они, скажем так, котируются на бирже. Сегодня это доли компании, да, с которыми с вами делятся венецкие являющиеся владельцы этой акции, да, компания, которой они владеют, вот, и мы финансируем строительство эко-технопарка. То есть деньги, которые инвестируют наши люди, они не кладутся где-то на счета, там, не крутятся в каком-то казино, они идут непосредственно на оплату строительства, заказы, размещение заказов на территории целого ряда машин и строительных и других предприятий, узлы, агрегаты, конструкции, которые необходимы на это, да, на строительство эко-технопарка. То есть деньги прямиком идут, скажем так, в нужном направлении. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации технологий, о которой мы с вами говорили. Система привлечения остается такой же, которая была у компании «Рослеситин» в 2014 году. Это краудинвестинг, народное инвестирование. И, в принципе, каждый человек по мере своих возможностей, потому что не нужно, как я говорю, да, перетягивать себе, пояс затягивать тоже, да, либо пережимать там где-то желудок, чтобы он стал маленьким, чтобы вы стали меньше есть, перекрывать себе дыхание, всем родным близким устраивать, скажем так, жесткую жизнь с кормлением один раз в неделю. Этого делать не надо. То есть вы можете, скажем так, проинвестировать незначительную сумму денег, которая у вас может оказаться свободной сегодня, а при целом ряде действий, которые можно делать, мы с вами об этом тоже сейчас поговорим, можете стать и крупным инвестором, при этом еще получить доход. Результат, конечно же, нашей деятельности – это в итоге выведение этого транспорта, о котором мы с вами говорили, на мировой транспортный рынок. Когда это произойдет, когда каждая отдельная акция будет стоить от доллара, а потом и выше, потому что вы понимаете, да, что по мере реализации технологии, по мере строительства дорог, по мере, скажем так, принесения, скажем, внесения в жизнь людей пользы, которую несет в себе данная технология, стоимость каждой отдельной взятой акции будет только расти. Так бывает со всеми компаниями, которые выходят на рынок и приносят что-то полезное людям. Итак, задача компании Skyway Capital – это привлечь программу наших инвестиций максимальное количество людей, посредством микрофинансирования. Как я вам говорил, стать участником нашего проекта могут люди абсолютно разных социальных групп, и те, у кого много денег, и те, у кого их совсем, может быть, и нет. То есть люди, относящиеся к категории студентов, пенсионеров, не хочу обидеть этих людей, но тем не менее в большинстве стран СНГ, и побоюсь даже такого слова мира, студенты, пенсионеры, как правило, получают очень незначительные деньги. За исключением, может быть, какого-то количества стран Евросоюза, Америки и так далее. Далее. Создать благоприятные условия для инвестиций к каждому нашему партнеру, то есть, в принципе, имея устройство для выхода в интернет, собственно сам интернет, вы можете разобраться в информации, вам поможет ваш партнер либо отдел информационной поддержки в Москве ответит на все ваши вопросы и помогут разобраться во всем. И вы можете, не одевая, скажем так, одежды, не умываясь, только протерев глаза, выйти в интернет и приобрести себе какой-либо из пакетов для компании Skyway Capital. Но, конечно же, наша задача обеспечить максимальную прозрачность нашим действиям, вашим действиям и обеспечивать полную информационную поддержку, то есть сообщать вовремя все новости развития проекта, развития компании Skyway Capital. Условно, опять же, реализацию и внедрение технологии Skyway можно разбить на четыре этапа. Сегодня самый важный этап, самое важное, наверное, то, что в своевременном финансировании каждого отдельно взятого этапа развития технологий, как я говорил, мы сегодня находимся на седьмом этапе, каждый этап подразумевает выполнение определенного перечня работы. Опять же, на сайте Skyway Capital вы можете, у нас есть там пункт, на таком этапе мы находимся, вы можете прочитать, что за работа мы выполняем на седьмом этапе. При переходе, кстати, с этапа на этап, уровень доходности по пакетам долей компании снижается, потому что рисковый снижается. Поэтому всегда, когда люди задают вам вопрос, а когда лучше инвестировать, может подождать, лучше сейчас, потому что уровень доходности вы можете заплатить потом те же самые деньги, а на выходе получить меньше. Почему? Потому что мы развиваемся, мы растем, и те, кто поверил раньше, они были за это вознаграждены. Максимальный, кстати, уровень дохода либо дисконт на первом этапе составлял 250 раз на минимальном пакете до полутора тысяч. Сейчас вы увидите в прайсе с тем, какой минимальный уровень доходности, какой максимальный. Важная задача – это строительство эко-технопарка, демонстрация технологии и сертификация. В дальнейшем уже, когда закончится привлечение инвестиций в строительство эко-технопарка, будет возможно участвовать только в отдельно взятых адресных проектах, которые тоже могут приносить прибыль тем людям, которые примут участие на том этапе. Как говорил Виктор Бабули, например, на своих вебинарах, где он отвечал на вопросы, что действительно даже люди, обладающие миллиардными состояниями, приходят на разных этапах развития какого-либо венчурного проекта. Кто-то может прийти сейчас, в том виде, в котором мы есть. Кто-то придет после демонстрации, потому что он убедится в этом. А кто-то, может быть, придет уже после того, как мы получим первую прибыль. И чтобы не опоздать, будет вкладывать деньги в развитие нашего проекта тогда, когда мы уже построим какое-то количество дорог. В дальнейшем, конечно, после реализации адресных проектов, это получение прибыли. Либо от того, что будут расти в стоимости каждой отдельно взятой акции, соответственно, ваши пакеты акций, вы можете часть пакета продать за всю возрастающую цену, либо в виде дивидендов, которые будут распределяться между теми, кто стал со владельцами основной технологии на начальном этапе развития нашего проекта. Итак, коллеги, прайс-лист, который сегодня есть, стандартный прайс-лист, в котором вы можете приобретать себе пакеты долей компании, будь то, кстати, с основного счета, у нас их там 4, бонусного, либо акционного, минимальный пакет стоит 15 долларов, это в районе 1000 рублей, уровень доходности его составляет 36 раз, 15 долларов 36 раз уровень доходности. На выходе вы получаете 540 штук акций, предполагаемая стоимость каждой отдельной взятой в 2017 году 1 доллар, соответственно, приобретая за 15 долларов, вы на выходе получаете 540. Далее, каждый последующий пакет стоит дороже, но и уровень доходности по этому пакету тоже выше. Я вам говорю, что 36 максимальный уровень доходности сегодня 350. На начальном уровне, на первом этапе он был 1500. Вот сравнивать разницу. Во сколько раз уже те люди, которые проинвестируют тогда максимальную сумму денег по количеству акций, превосходят тех, кто приобретет их сегодня. Но, тем не менее, все равно сегодня это очень выгодное вложение, потому что деньги у того человека, кто, скажем так, ложе 150 тысяч долларов, приумножат 350 раз. Это очень солидный прирост. Далее. У нас есть пакеты, которые можно отнести к акционным пакетам, то есть они были не всегда и, может, и будут не всегда. Вот инотранс точно не будет все время, потому что инотранс – это пакет, который у нас появился после того, как мы стали двигаться в направлении мероприятия, которое будет проходить в сентябре в Берлине. Если вы готовы инвестировать 1000 долларов в США, приобрести все пакеты на транс, мы, кстати, в личном кабинете выделим на желтом фоне, как вверху вы здесь видите, то вам будет начислено за вашу инвестицию 235 тысяч акций компании. Если вы в течение месяца после этой покупки приобретете еще раз пакет на 1000 долларов, то вам начислено уже 270. И, соответственно, если вы это сделаете четыре раза, то вам начислено за 290, а потом 300 тысяч акций. В итоге вы за этот промежуток времени получите порядка миллиона 100 тысяч акций за инвестицию в 4 тысячи долларов. Если мы вернемся в стандартном исполнении, то за 5 тысяч долларов в США 1 миллион 400 тысяч акций, то есть этот пакет выгодный. Далее у нас появились пакеты не так давно, которые по просьбе, скажем так, инвесторов с развитых стран Европейской, Западной Европы, Центральной Европы, Восточной Европы, которые подразумевательны на разный платеж в сумме 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 25 тысяч долларов, либо 50 тысяч долларов. Помимо выгодного дисконта, а 280 раз возрастает инвестиции до 335, у людей, которые приобретают данные пакеты, есть возможность посадить дерево, именное дерево на территории экотехнопарка. Причем, начиная, скажем так, с пакета 10 тысяч долларов, дерево редкой породы, которое будет высажено на территорию нашего экотехнопарка. Есть пакеты для разовой покупки для тех людей, кто активно развивает партнерскую программу, о которой мы сейчас чуть позже скажем, буквально два слова. Подробно по партнерской программе мы говорим по вторникам и пятницам, проценты расписываем, откуда какие приходят и так далее. То есть для тех, кто работает с информацией, которые, для тех людей, которые активно пропагандируют возможность стать владельцами пакета долей компании Skyway по этой технологии, есть возможность здесь зарабатывать деньги. И вам на бонусный счет начисляются денежные средства, которые вы можете использовать на приобретение вот этих четырех пакетов. Потому что просто с карточки, либо с платежной системы эти пакеты купить нельзя. Здесь дисконт заметно выше, чем, скажем так, в стандартном прайсе STAT. То есть, по сути дела, это дополнительное вознаграждение и мотивация для тех, кто развивает партнерскую структуру. Далее, у нас есть возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку. Уже довольно привычные пакеты под названием START SENIOR стабильный бизнес. То есть, вы можете получить на выходе то количество акций, которые вы видите на данном флайле. Вот они здесь. Но, если вы выполняете простое условие, делаете двойной платеж в течение одного из месяцев рассрочки, либо даете информацию кому-то из своего окружения, минимум три человека регистрируются, покупают пакет от 25 долларов и выше, то вам дополнительно к тем акциям, которые выделены наверху начисляется либо 9, либо 21, либо 60, либо 144 тысяч акций компаний SkyWake. То есть, тоже, я считаю, выгодные условия и они не являются какими-то, скажем так, невыполнимыми и так далее. Опять же, для людей, проживающих в разных странах, там, где уровень дохода заметно выше, у нас есть пакеты в рассрочку от 500 долларов в месяц на 10 месяцев до 5000. Тоже с выгодным дисконтом, от 270 до 325. И буквально недавно у нас появились пакеты, которые вы можете оформить на своих детей в своем личном кабинете. Одно условие, сразу хочу сказать, что вы сможете оформить данные пакеты в итоге на людей в возрасте от нуля от одного дня до 17 лет. Дисконт тоже довольно приличный, да, на выходе вы можете, скажем так, за, менее чем за 650 долларов, там, 595 долларов, да, 585 долларов за 9 месяцев, вы приобретаете пакет, в котором 100 с лишним тысяч акций. Если вы сделаете двойной платеж, у вас будет 130 тысяч акций. То же самое пакет студентов. Если вы делаете двойной платеж, то за 9 месяцев вы можете не 242 тысячи 500 акций получить, а 337 пакций. Потому что вам будет начислен подарок в виде 85 тысяч акций. То есть это те пакеты, те инвестиции, которые вы можете делать. Да, при этом выбирать вы можете тот способ, который вам удобен. Вас никто не заставляет там инвестировать сразу эти 50 тысяч долларов, вы можете комфортно двигаться по незначительной рассрочке 25 долларов в месяц. Можете купить малый пакет и при этом иметь возможность еще, скажем так, создать свой собственный бизнес, не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay на международный рынок транспорта и на международный рынок инвестиций, благодаря партнерской программе, которая существует в компании SkyWay Capital. То есть это возможность создания дохода сегодня, здесь и сейчас. И можно даже назвать пассивного дохода. Потому что если ваша команда активно развивается, если вы приглашаете партнеров и ваши люди информируют также свое окружение, то большое количество денежных средств там может прийти от тех людей, которых вы просто не знаете. Развивается как снежный ком. Тут перечислено небольшое количество преимуществ данной партнерской программы, то что даже инвестируя сумму 15 долларов в наш проект, вы можете получать не одну сотню, даже не одну тысячу долларов в месяц и стать крупным инвестором в нашем проекте. Потому что у нас есть акционный счет, вы видите здесь шестой пункт, что бонусное вознаграждение в виде денег он начисляется на бонусный, на акционный счет. Бонусный – это заработанные деньги, которые вы можете вывести, которые вы можете, скажем так, использовать на покупку акций нашей компании. А акционный счет – это подарок, по сути дела. То есть половина суммы, которая начисляется вам на бонусный счет, начисляется на акционный счет. И благодаря этому вы можете просто эти деньги использовать на покупку акций из стандартного прайс-фиста. То есть таким образом вы можете увеличить портфель инвестиций, единожды заплатив 15. Я не говорю, что это нужно делать именно так, но в последующем вы можете просто с акционного счета средства реализовывать на покупку долей компании, а с бонусного выводить и использовать на те нужды, которые у вас есть. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию, 6 есть карьерных ступенек в маркетинг плане. Достаточно высокий процент, который вы можете получать от суммы привлекаемых инвестиций. В первом поколении непосредственно ваша работа в год до 20%. То есть привлекли 100 долларов – 20 ваших. Глубина до 24 уровня и с глубины партнерской структуры вы можете получать от 0,1% до 7% со структуры. Нет ограничений по количеству тех людей, которым вы можете рассказать и привлечь за собой в наш бизнес. Для людей, которые приняли решение развивать бизнес в партнерской программе, у нас есть целый перечень инструментов. Они достаточно простые. Если вы будете их использовать, у вас будет в итоге результат в виде денег, заработанных в нашем проекте. Первый инструмент – это план вознаграждения, с которым вы можете ознакомиться, скачать себе на компьютер и ознакомить свое окружение с возможностью получения дохода сегодня. Второй – это реферальные ссылки, а можно сказать, даже это первый, потому что благодаря этим реферальным ссылкам люди регистрируются в среднем за вами. И таким образом формируются с первого поколения свои ссылки между своим партнером и так далее. Есть баннеры для тех людей, которые развивают бизнес в интернете. Если у вас есть сайт и блоги, вы можете размещать HTML-код «Понравивающийся вам баннер», а там порядка 60, которые вы можете выбрать, и этот баннер будет 24 часа в сутки стоять на вашей интернет-странице, он меняется картинкой, привлекает внимание. Люди, переходящие по баннеру на наши интернет-ресурсы, нажимающие кнопку регистрации, становятся вашими реферальными партнерами, потому что к баннеру тоже прикреплена реферальная ссылка. К разделу новостей в личном кабинете прикреплена ваша реферальная ссылка. Вы можете нажать на какую-нибудь из кнопок соцсетей, там, где вы зарегистрированы, короткий комментарий в окошке. Данную новость вы можете разместить у себя на странице, и все, кто к вам на страницу заходит, будь то друзья, будь то люди из групп, в которых вы находитесь, могут ознакомиться с этой информацией, перейти на наши интернет-ресурсы, нажать кнопку регистрации, также стать вашим реферальным партнером. К инструментам у нас относятся подобные мероприятия в виде презентации, где мы даем краткую информацию, либо более подробную информацию о технологиях. У нас есть целая череда онлайн-мероприятий, оффлайн-мероприятий, живые мероприятия проходят практически каждый день в разных уголках, по крайней мере Европы, я могу сказать, там страны СНГ. И расписание вы можете найти на сайте нашей компании, либо в разделе, как раз таки то, что я вам показывал, а сейчас будет раздел вебинара, куда вы можете зайти, там расписание онлайн-мероприятий, и расписание живых презентаций по городам и странам. Целая цепочка обучающих мероприятий тоже, которые проходят каждый день, то, что я вам сказал, ну и к инструментам можно отнести еще различные промо-акции, которые у нас периодически проходят. Кстати, вот пакет, который инотранс, его тоже можно назвать акционным пакетом. Вот у нас расписание вебинаров в разделе «События», и там две таблицы, где вы можете наперед посмотреть, когда будет проходить такая тема по ведущим, и потом в тот день прийти и посетить данное мероприятие. Есть возможность обращаться в службу технической поддержки, которая работает 24 часа в сутки, на страницах сайта и на странице личного кабинета. Справа панелька, вы ее нажимаете, выпадает вот так подобное окошко, где вы вписываете вопросы, которые у вас возникают, и получаете на них ответ. Если вопрос сложен, если там сложилась ситуация, то специалист техподдержки просто оформит заявку, и уже специалист отдела, который должен с этой заявкой поработать, решит ваш вопрос. По большому счету, та информация, которую я хотел вам дать на презентации, вот я как бы стремлюсь не затягивать мероприятие, потому что я знаю, что в принципе внимание человек может концентрировать не более 45 минут, как урок в школе, а если так разобраться, то наверное не более получаса. У каждого из нас есть возможность принять участие в данном проекте, рассказать как можно большему количеству людей, которые нас окружают. Человек привлечется к миру инвестиций, станет участием в инновационном проекте, а потом ему будет чем гордиться. То есть не только он финансово может получить здесь удовлетворение, но также моральное, духовное, физические усилия может здесь приложить. Я знаю, что большое количество людей в нашем мире ищут самореализацию. То есть в нашем проекте можно получить в принципе все. У кого-то много личного времени, который бы он хотел куда-то использовать, особенно люди пенсионного возраста. Кто-то действительно хочет стать финансово-независимым, потому что далеко не все хотят этого. Кто-то хочет принять участие в чем-то великом, в каком-то проекте, за который можно будет потом гордиться, где-то рассказывать внукам и детям, что я не пропустил данные возможности, я приложил к этому руку и так далее. Не ходить якать, а просто, скажем так, внутри себя даже получить это удовольствие. Поэтому принимайте участие сами, делитесь информацией о нашем проекте со своим окружением, будь то в повседневной жизни, будь то в мире интернета. Я знаю, что огромное количество людей не знает о нас. И благодаря вам они могут об этом узнать. Их жизнь изменится в итоге к лучшему. Ну и ваше соответствие. Плюс эти люди помогут нам реализовать данную технологию и сделать этот мир лучше в итоге. На данном слайде есть телефоны. Здание, в котором мы находимся, рядом с гостиницей «Илис», вот там в конце, где стоят машины. Нам фактически каждый день приходят наши акционеры по разным вопросам. Но многие приходят убедиться, что мы такие. Кто-то проездный. Недавно был из Белоруссии, приезжал. Руслан из города Хокино, 100 километров от Владивостока. Он приехал, сфотографировался и в своей структуре культурных этих книг и сказал, что я и так верил. Но убедился в том, что это и есть реально. Что есть те живые люди, руководство компании и так далее. Посмотрел наш офис. В принципе, ни для кого он не закрыт. Есть ли какие-то вопросы, кроме удара молнии? Олег, вы задали мне вопрос технически. Сейчас специалисты решают проблемы с ударами молнии, то есть разрушить грозы или громоотводы ставятся и на железных дорогах, и на высотных зданиях и так далее. Конечно же, это будет предусмотрено. Я не могу вам сейчас четко показать, как это будет технически воплощено, но люди, которые называются конструкторами, которые, скажем так, непосредственно решают все эти вопросы. И над грозой тоже думали. Потому что, вы знаете, одна из характеристик данного транспорта, как мы ее называем, все рельефные, все погодные. Кроме грозы, еще какие-то вопросы есть? Если, в принципе, таковых нет, ну, одно могу от тебя добавить. Сегодня сделали смс-рассылку, делали рассылку по электронным адресам о трех мероприятиях, которые в ближайшее время, о большем даже количестве мероприятий. Четко там есть в Москве информация по мероприятиям в странах Балты. Четыре мероприятия. Поэтому, если у вас есть друзья, знакомые, родственники в тех городах, которые вы увидите сегодня в рассылке на электронные адреса вашей почты, которую вы указали при регистрации, приглашайте людей на живые мероприятия. Живое общение, ну, наверное, оно самое лучшее. Вот мы с вами общаемся так, через интернет. Если бы я видел, скажем так, ваши каждого пару глаз, все было немножко не то, чтобы по-другому, да, но, наверное, человеческое общение все-таки скайп, интернет-технология не заменит никогда. Я думаю, любой из вас хотел бы путешествовать там, рассчитанные часы в разные углоки земного шара, где у него проживают друзья, знакомые, родные, близкие, чтобы с ними разговаривать вот так вот живьем, которых можно обнять, там, поцеловать, не знаю, вместе поиграть в футбол, куда-нибудь сходить и так далее, чем вот общаться по скайпу каждый день, да, и целовать экранского монитора. Разный уровень общения. И удовольствие от этого разное совершенно. У меня на этом все, коллеги. Поэтому буду рад вас завтра видеть на вебинаре по партнерской программе. Завтра в 19 часов знаю, будет вебинар, который будет проводить Григорий Мирошниченко. Они всегда у него интересны. Вот. Приглашайте тех людей, которые хотят научиться строить партнерскую структуру, зарабатывать деньги сегодня на мероприятии. Ну и будем с вами встречаться на следующей неделе, да. То есть у нас такие мероприятия проходят систематически. Я не могу сказать, что они сильно там разнообразны, но моя задача, наверное, здесь просто познакомить в первую очередь новичков с тем, что у нас есть. Да, дальше уже вместе с нами, вместе с отделом информационной поддержки, с вашими наставниками, помогать людям разбираться. Все-таки, кто мы такие есть, что мы предлагаем. Ну и вместе потом шагать по этой жизни и внедрять технологии в низко. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем отличного вечера сегодня. Еще раз напоминаю, что вебинар Владимира Маслова в 19 часов сегодня не состоит. До свидания.